К началу Великой Отечественной войны Михаилу Добрину было 16 лет и в армии его не взяли. Оказавши в оккупации, в декабре 1941 года юноша ушел в партизанский отряд имени Сергея Лозо, действующий на Смоленщине. Партизанского связного схватили гитлеровцы и вместе с товарищами, схваченными ранее, расстреляли. Случайно уже из общей могилы его спасли и тяжело раненым отправили на Большую землю. После выздоровления Добриня направили в специальную школу партизанского движения и в сентябре 1942 года выбросили в тыл противника. В 1944 году после соединения партизан с действующей армией был призван в Красную армию. Участвовал в боях за освобождение Прибалтики и Польши. Отличился при форсивной реке Одер. В ночь на 23 января 1945 года разведчики первыми переправили через реку Одер и закрепились на берегу. Захватив передовую траншею, разведчики отразили несколько контратак. Ефрейтор Добриня в бою лично уничтожил 15 гитлеровцев и поджег 5 танков. Был ранен, но вел бой, пока не потерял сознание. Решительное действие разведчиков помогло частям дивизии успешно форсировать водный рубеж и закрепиться на плацдарме. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за проявленное мужество и героизм в бою гвардии Ефрейтору Добрину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Продолжение следует...